All right! Я ее нигде не видел даже в продаже Один раз она была в объявлении Ее сразу кто-то купил И поэтому я на OLX пошел искать Но ее не нашел Но нашел еще три разных объявления На одном были игры, короче Там Land Stalker, Aero, там всякие Вот, например, Land Stalker за 120 гривен сейчас продается Якобы с батарейкой там Еще парочка Но они, короче, там были дорогие Там мне так не очень, ну, не захотелось, короче Потом другое объявление нашел Там Aero 2 Продавался за 80 гривен С коробкой, как бы, я такой думаю Вот, блин, хотелось бы, чтобы на английском у меня был Aero Потому что, ну, второе У меня на русском, мне реально из-за этого не хочется в него играть Я все время такой думаю Ой, надо вторую часть тоже иногда играть Потому что я только в первую постоянно прохожу Но из-за того, что она русская Я реально как-то вот такой думаю Эх, это же там текст, сюжет перевели как попало Не хочется, реально Она как, ну, как испорченная Из-за того, что в нее Код меняли в ней и все такое Но, думаю, 80 гривен только за Aero платить как-то не хочется Там много игр, ну, именно в коробках продавали Думаю, ну, ладно, это пропустило объявление Потом дальше за трюк по 30 гривен продаются Без боксов, без ничего, игры И там список, получается, такой и показан И получается и по 30, и по 20 гривен И там тоже Aero как раз И там Waterworld на плате как раз А у меня же как раз есть коробка от Waterworld Но он тогда не запустился, как бы И я из-за этого так, ну, негодую вообще До сих пор, как бы, не могу смириться Думаю, когда будет шанс найти Waterworld, я его куплю И тут за 20 гривен как раз плата То есть я ее просто положу вместо той Вот в эту коробку Она тут даже до сих пор лежит, как бы Тут же классная коробка такая полноценная И то есть у меня, ну, фактически дом Для этой игры готов Так что я вот заказал Waterworld И Aero Но еще там было, ну, там, поскольку Все игры по 30 гривен было А некоторые вообще по 15, там, сборники То мне захотелось даже купить некоторые игры Которые я специально бы не купил Например, там была игра Two Tribes Populous Это типа стратегия такая Но я когда... Вот единственное, как бы, воспоминание Связанное с ней у меня Это когда я менял еще игры в детстве Там у нас такой был небольшой, такой, как В магазине такой, застекленная такая Витрина, короче И там по телевизору эта игра Как бы в демо-режиме показывала что-то И я так и не понял, что там происходит Какие-то такое, как изометрические Какие-то квадратики И что-то нажимаешь там И я не знал, что это как бы стратегия То есть там экран можно двигать Слева направо Я уже сейчас увидел, что оно как бы К симулятор бога или типа того То есть там можно территорию саму менять В общем, такое Я до сих пор не понимаю, что оно такое Думаю, ну, типа за 30 гривен можно И там еще была игра Theme Park Строить вот эти все парки развлечений там То есть выбирать там Где дорожки, где магазины И думаю Интересно на самом деле То есть если бы у меня была она на картридже Я, может, и поиграл в нее Я так что решил, что да Возьму заодно еще и вот эти две игры Но потом начал там, ну, короче, совмещать И так получилось, что, в общем Ну, решил отбросить эти две игры Потому что с ними, ну, все вместе Получается аж за 200 То есть Хоть и каждая игра по 30 Казалось бы, как бы куда еще дешевле Они, как бы, 50 это середина Золотая, это, как бы, себестоимость А так по 30, как бы, уже грех жаловаться Но, тем не менее, я вот даже за 30 гривен Не захотел их брать Потому что я понял, что, ну Это как Star Control есть Игра вот эта вот же И я ее тогда вот Для анбоксинга один раз запустил И все Я ее с тех пор уже забыл, что она у меня есть И, как бы, я понимаю, что с теми играми Так же само будет Поэтому, ну, объективно Они мне не нужны Поэтому я даже не стал Себя обманывать Не стал их заказывать Но, тем не менее Хотя бы тут об этом скажу А взял вместо этого Какие-то игры Которые я уже не помню, что там То есть Я помню, что я Aero заказал И Waterworld Это основное, ради чего я это купил Но еще там было что-то Что я, по-моему, какая-то Микки Маусная игра там Или... Не, фантазии там не могло быть Ха Вот сейчас заодно вспомню Потому что Мне самому теперь интересно То есть, в основном Я просто хочу Ну, основная цель этой покупки Это обновить Aero за Акробат 2 Чтобы он был на английском И у этого продавца Главное Их, короче, там Вот в этом объявлении Где все по 30 Там лежит С одной стороны Aero на русском И с другой стороны На английском Там коробки отличаются Я уточнил, что именно Аглийскую мне надо Потому что Это единственная причина Почему я вообще И оказалось, что У те объявления Где в коробках игры Это тоже его объявления Короче говоря У него 3 штуки Aero Вообще Вторых именно есть Ха Я такого еще не видел Как-то А, я еще вспомнил Еще одна игра, короче Ну, сейчас Может на ней Что-то нарисовано Можно будет показать Я свет не включаю Не знаю почему Не, я когда Включаю свет Оно как-то так вот Как в лучах прожектора Как бы Вот у меня сразу Какая-то Неуверенность такая Как тревожность непонятная Я не готов На такие жертвы Когда Сонность Кстати, насчет сонности Я только что Head and Time Запускал Чтоб ачивки там Довыбивать И Там как раз был уровень Слипи Сапкон Типа как Сонное подсознание И там Как бы весь уровень Структурирован Ну, именно Как подсознание То есть там есть Основной уровень Есть подвал В котором Типа там Какие-то Секреты То есть Этим она Псайконат Напоминает Окей Так Тут замотали Сильно Сильно Надо Резать Без света Буду Картриджный апдейт Я так редко Их записываю Я до сих пор Еще монтирую Сейчас уже декабрь Чтоб ты понимал 2018 А я только монтирую Декабрь 2017 Так Аэро О, класс Блин Вот этот Вот этот Именно Такое Как бы Официальное Такое Официальный Такой себе Бокс-арт Так сказать Именно Такой Как он Нужен Мне кстати Вот дизайн Именно Ну на коробке Вот Во второй части Больше нравится А в игре Больше первая часть Нравится Тут Ага Тут Как бы Без сюрпризов Круто Сейчас Надо будет проверить Потом Ааа Да Я вспомнил Короче Еще тут игра LHX Чоппер Атак Чоппер Вертолет Короче Она как бы Векторная Такая Трехмерная Типа Она еще На DOS Была И На SEA Получится Портировали Ну тут Вообще Не соответствует Тут Обложка Такая себе Я Немного В него полетал И даже Чуть-чуть Понял Как там Двигаться То есть Мне раньше Нравились Именно Симуляторы Полетов Вообще Все началось С того Что в Saints Row Я летал На вот Этих Летающих Мотоциклах И потом Мне захотелось В какой-то Игре На SEA Я тогда Нашел Вот эти F19 Или там MiG-29 Вот эти Ну короче Такие Как в самой Кабине Пилота Именно Симуляторы Полета Но причина Почему я захотел Чтобы он у меня был Это потому что Папа Оказывается Играл в него То есть Он мне говорит Типа Что-то там Вертолет Игра Вертолет Ну Он название Не помнит Тем не менее Я ему говорю Это ж наверное LHX Атак Чопер И потом Показал ему Видео Такой О да 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 И такой Посмотрели Вспомнили И он Оказывается Ну как бы Не в детстве А когда компьютеры Только появлялись Еще в 90-х Наверное Ну еще И меня еще не было Наверное Реально Он играл в эту игру Хотя нет Я уже был тогда Мне было года 2 Наверное Когда он в это играл Короче Говоря Мне интересно Что там за игра И ну Я не думаю Что он в нее поиграет Но тем не менее Это как бы Немного Значимая То есть игра Ага Тут оно на платах Да да Я вспомнил Короче Тут еще получается Сборник Ааа Вау Да Микки Маус Все таки Так Один из этих сборников Ага вот Тут подписано Типа Супер Что-то А вот Ну короче Тут Road Blaster Super Monaco GP Это самая ужасная Блин гоночная игра В которой Первая гонка Там за минуту Всю гонку проехать И я за минуту Только разбираю Где там кнопка старт И все И она заканчивается Так Так фрустрейтинг Когда не можешь даже один уровень пройти Road Blaster Тоже ужасная игра На самом деле Там физики вообще нету Там Едет машина Потом по вороту Так вот Резко Сильно Если тебя сбрасывают То ты улетаешь В другой конец карты И стреляешь Прямо перед собой Она даже не трехмерная Это реально одна из худших Гоночных Но Тут подписали На другой стороне Super Hang On Это Из ранних Получается Сеговских игр Это до Роад Раша 15 гривен Смог его купить На сборнике Ну Остальные две у меня есть И они Не очень Так что Только ради Super Hang On А вот это Тут Такое Самое запутанное Закутанное Это как раз Water World Тоже на такой Половинчатой Плате Как раз Можно будет его поселить После того Проверю Я надеюсь Что этот хоть работает Потому что Игра очень классная Я надеюсь Что пройду Этот первый уровень Там по-моему Пароли даже есть Я когда играл Когда стримил ее То там Между уровнями По-моему Можно сохраняться И мне именно Платформенные уровни Нравятся Там где С гарпуном ходишь Я Tomb Raider Underworld Вчера играл Потому что Фильм Tomb Raider Наконец-то посмотрел Там То же самое Что в фильме происходит Там тоже Гарпуном Надо было по акулам Стрелять И оно такое Все Как бы Короче Водная Водная тематика Сейчас что-то Доминирует Преобладает О Еще Вот Да Там был получается Mickey's Ultimate Challenge Я забыл Что у меня Из Микки Маусных игр Не все есть У меня получается Есть Mickey and Minnie Circus Adventure Или Circus Mystery Потом С Дональд Даком World of Illusion Потом Castle of Illusion На японском Правда И Микки Мания Который Timeless Adventures И получается Осталась Мне только Фантазия И вот эта игра Я забыл О ней Я думал Мне только Фантазия осталась Ага Еще вот эта Короче Я в нее играл Пару раз Включал И ну Она меня заинтриговала Тем что она Больше адвенчура Чем просто Такой экшен Как бы Платформер Так что Круто Я хочу Просто полную коллекцию Всех Микки Маусных игр Собрать Поэтому Круто Что там это было И тоже За 30 гривен Как можно было Не купить Ну короче Самое ценное В этой посылке Это Waterworld Айро Ну и Микки Маус Чуть-чуть И Сейчас еще гонку Буду проверять Ладно Переключаемся На проверку Итак Я пожалуй С Waterworld Начну Это самое главное Самое то что Новое Необходимое По сути Потому что Айро как бы Я прошел А Waterworld Я мало играл Оу Подожди Это еще не показалось Дальше может Классно Блин Когда сонный Записываешь Это все Трудно Как бы Эмоции Там А Она по-моему На русском Кстати Да Я Он Кинул Короче Скриншоты И Перевод 2005 год Не фирма Шедевр А тут же музыка Подожди А как тут Яркость должна О Код Да Так и есть Надо ввести А Он что на русском А Когда код Вводишь То открываются Уровни Короче Вот этот Первый уровень Это то что Реально Подвело Эту игру Максимально Потому что Если бы не он Была бы Офигенная игра Я наверное Это уже говорил В летсплей Записывал уже В том году Еще Блин Я играю в Waterworld Наконец-то Она есть Круто Я Только понял Чисто как BattleTech Ну ладно Я В нее Играть не буду Круто Работает Это как бы Самое главное Можно Теперь ее Ложить в Коробку Где ей место Потом LHX Не влазит Естественно Кстати Когда у досада На вечеринке Там Картриджика Доставили И потом Вынимать Пытались Кто-то Это редко Делает То Там он Застрял Прям так Один раз Опасно Так что Не могли Вытащить Это было Конечно Страшновато Правила Правила безопасности Обращения С приставкой Надо О LHX Chopper From Electronic Arts Да Это Как бы Оно Вроде Я Вау Так четко Круто Текст Видно Я когда Даже Запускал Ее На компьютере Она не так Четко У меня Потому что У меня там Фильтры всякие Стоят Они на самом деле Не совсем Соответствуют О да Блин Прикольно Оу Я случайно Начал Атаковать Так Как там Слетать Держу Вверх А нет Вверх Это вперед А ну С И вверх Ой Ой Это что Либо нам Введут Огонь Так все Понятно Графика Вообще Хорошо Ой H H Меняет Оружие По моему Да Да Вон Жж Hellfire Как По тем Стреляю О С Когда держишь То Он Как бы Вниз Это Вверх Старт Я помню Я разбирался Я немного Ну Управление Там Понял И как бы При желании Если разобраться То она Реально Прикольная Она как Вот тот Симулятор Полета В МиГ-29 Окей Но главное Что она работает Я в принципе Как бы Не переживаю Потому что Он Именно Все которые Я спросил Он сфоткал Запустил Я не просил Даже Короче Прикольно Когда такой сервис Как бы Особенно Когда За 30 гривен Как бы И не ждешь Так Аэро Самое главное Блин Круто У него Своя коробка У меня теперь И русский И английский Будет Если я тут Конечно Это должен Что ему Помешает Как бы И камон Сразу Вот Так Она Наверное Просто Коробка Мешает Я этого Коробки Поставил Остальные Платами Только Либо В ПАУ Можно запустить Еще Вариант Теперь Можно Переживать Да Коробка Глючная Она по-моему Его не Не дает Ему до конца В приставку Попасть Тут Еще Такие Какие-то Непонятные Как шарики На картридже Блин Если Айро Не пойдет Это Нам не Подходит Потому Что Как бы О Я ради Айро Это И заказал Айро Акробат 2 Вторая Часть Мне Никогда Особо Не нравилась О Классная Песня Вначале Это Самая Лучшая Я Хоть И прошел Как бы Иногда То есть Я В нее Играл Только Немного В детстве Как бы Только Первый Уровень Первый Мир Как бы Акт Класс Она такая Атмосферная Все таки То есть Ну Музыка Благодаря тому Что Fox Production Мне еще нравится О У меня Кстати Пароли От нее Есть Я же Грал На Русском Картридже Могу При желании Ввести Ну Не Первый Уровень Нормально Так Где Тут Музыка Тут Что Ли Нету Саунд Теста А Вот Да Вот это Класс На первом уровне А вот это Самая классная песня Во всей игре Она у меня всегда Именно с зимой Ассоциировалась Я ее записывал С телевизора Даже Класс Такая вот Именно Ну Саундтрек В этих Играх Гениальный Круто На английском Ура Сейчас А ну Интересную Историю Выведет Именно Конец Первой части Previously Такая серия Как Аэра И потом Аэру услышал резкий звук, который оказался мотором. As actor fell unbeknownst to Aero, Zero flew past above him, intent on saving him. Да, Zero, короче, спас его. Причем у него графика тут уже как у Zero. Причем, по-моему, вторая часть, ну, она была уже после того, как Zero Kamikaze Squirrel вышел и после пиратов в темной воды. То есть это самая последняя из этой, как бы, серии. But Zero reached him just in time. It was actor's flying machine that crashed against the floor. А, сама, ага, понятно. То есть машина разбилась, и он думал, что это он. План B. А потом Aero, типа, заглянул за кулису и там увидел портал и вот переселился сюда. Блин, тут вот музыка первого уровня, она столько культовая. О, кстати, у меня, я, по-моему, рассказывал, в общем, почему у меня первая часть Aero. Когда я купил в детстве первую часть, то она у меня зависала вот тут вот прямо вот в конце вот этой доски. То есть я вот начинал прыгать, и все, и игра зависала. Надеюсь, тут не будет. А ну. О, все, да, работает. Опять же, странно, то есть я, ну, как бы, уже на картридже в нее играл, потому что она у меня есть на русском, и нельзя сказать, что я первый раз играю, но все равно классно вот так аутентично иметь. И плюс коробка мне нравится. Не влазит с приставками. А, тут тайник. Тут тупо в каждой стене тайник в этой игре. Она прям, ну, немного чересчур с этим, как бы, трюком увлеклась. Мне больше всего нравится подкаты делать. Ха, вот тут я бы сделал тайник. Прикольно, блин. Вторая, она такая динамичная, но в ней Sega мешает, потому что разрешения недостаточное, и слишком огромный спрайт, и поэтому недалеко видно уровень. Это мешает вообще. То есть, я бы хотел, чтобы немного камера отзумленная была. В этой части звездочки тоже бесполезны. По-моему, тут еще подкат можно взять. О, да! Ха! Найс! Звук вот такой культовый. Подкат, да, вот подкат мне больше всего нравится. Такая игра, конечно. И первая, вторая. Кстати, тут можно, да, останавливаться во время спуска. Сейчас пройду случайно. Это ж Айро. Я каждый раз, когда его запускаю, я как минимум пару уровней прохожу. Здесь тут огромный. О, Белл. Это ж Белл Кестов. И вот первый колокол. Когда полностью, то он... Тэнь! О, я же сейчас сегодня вот это же, говорю, играл в Head & Time. И там Custom Levels можно играть. Ну, то есть, кто угодно делает уровни для игры. И можно, ну, как моды такие, короче, Level Designer, Level Editor там есть. Ну, и, короче, там много уровней именно с раскачивательной вот этой штукой сделано. Вот, тут еще что-то есть. Быстро так. И вот оно напоминает. И я понимаю, что в Aero как бы мне это же нравится. Тоже нравится, что Head & Time. То есть, это как трехмерная версия Aero. Там и стиль как бы... О, вот это круто. Welcome. Я обычно на жизнь всегда смотрю. Вначале медленно, потом он, когда ускоряется и когда начинает менять, он такими, как звездочками, короче, там. Тут же. Е! А, или так. Там, когда усложняются эти уровни бонусные, то он вот так держит стаканы и они меняются местами, не перемещаясь в пространстве. Стиль, вот этот шрифт. Так оно вот именно презентация в игре реально очень крутая. Не просто графика в целом, а именно вот интерфейс как бы мне нравится. Во второй именно. Первая, кстати, ну тоже в целом прикольная, но вторая ну сильнее, действительно. Тут я не спорю. но она мне не нравится в плане левел дизайна. Точнее, мне не нравится, что тут не надо ничего делать. То есть, тут просто вот идешь, ищешь выход и все. То есть, тут нету такого, что надо там прыгать на платформе, прыгать через кольца, там, искать кого-то, ключ искать. Тут очень... То есть, если первая игра это как экшен-адвенчер, то это чисто экшен. Ну и поэтому мне она не так нравится. притом, что она технически более совершенная. Хотя, ну, я жалю, первая часть всегда больше нравилась, потому что там мельче графика и дальше видно все, и как бы более базово так, ну то есть меньше деталей может и более видно, из чего уровень состоит, но... Да, круто, она бесконечна. Такие объемные еще эти штуки. Блин, такая еще анимация прикольная, то есть именно тут тут еще и как бы физика. Жалко, что летать нету возможности. я думал оно сбоку не повреждает. Я плохо играю для того, кто умеет, якобы. О, даблджем. мне здоровье немного бы не помешало сейчас. Моему тут даже это еще не конец. Тровяной тайник. О, хоть не четверной. и все, и двойной пыжок потерялся. Окей, я же говорю, я так могу пройти игру случайно. Это же аэро, как бы. Круто, работает. Я доволен, хоть и так не с первого раза запустился, но потому, что коробка мешала. Ой, остался Микки Маус. А, и Хэнгон, кстати. Вот Хэнгон, кстати, мне так прямо аж интрижно, потому, что я, это единственная из них, которую я вообще не играл. Микки Мауса я пытался немного там, начало включал, смотрел, что отличается ли он. Ау! Для того, чтобы открыть коробку, ее надо, блин, ломать тут, потому что японский кейс и... Блин, такое, что сломалось там все. Так обидно, блин, что у меня коробки, вот, тупо каждую игру нужно разбирать вот так вот и вставлять, как видеокарту. Ну, как рам, ром, точнее, как, картриджа, это оно и есть. О, работает. Я уже забыл, что я проверяю. Да, я помню, я это искал прям. У, хай-тек, это же создатели Radical Rex. Миниум, вкост, медиум, да. Мне нравится, что кейк, это как самое легкое. Видимо, reading a book of fairy tales, she thought to herself, I wonder, it would, to live far off land. Как, как, как может, в сказке, кто-то читает сказку, и, and then, she fell asleep. Окей, короче, это ей все снится. Окей. Excuse me, sir, but, would you please tell me where we are? the kingdom of binwick, of course. О, прикольно. А, это типа как, да, там вот этот, это на обложке, короче, этой игры, там, он как персонаж какой-то книги, там, вот этот, ну, бобовое, там, дерево огромное до неба выросло, и что-то такое. Я не доходил в этой игре ни до куда, но, по-моему, это базируется на том. New in the kingdom, eh? That, that was another blooming earthquake. We just keep having them, aha. You all must be pretty shaken. Sure, it's easy to joke, but nobody can figure out, uh, how to stop him. I suppose we're doomed. There, there, don't worry about that thing, maybe I can help. That's mighty noble of you. We'd be so grateful if you could put a stop to this blinking rumbling. столько матов, столько нервов, вообще уже. Ой, мне не сюда. О, что, тут можно? Ага. Так, по-моему, а, ого, реально, каждый, если коммен, джим, джим, не трещай. Не, там, мне вообще-то налево надо. Так, бэшка, это, короче, низкий прыжок, а ц, это высокий прыжок, а а, это ничего. Так, понимаю, действие. Прикольно, два вида прыжка, я такого вообще не видел. Так, мне вообще куда? джоу-бридж, джоу-бридж, воу, я тут не был. А, джоу-бридж, да? won't go down, because the machine is stuck. Can you help us? If you jump on the pumps in the right order, the джоу-бридж will go down. Ух ты, прикольно, это был выбор уровня, я в тот раз пошел сразу в библиотеку, так, ну, первый, да, вот этот. А. теперь этот тот. Прикольно, когда она спадает, то она сама не запрыгивает на них. То есть, случайно не получится даже запрыгнуть. Похоже, этот Саймон Сез. Я в такой последний раз в Питфоле играл. Так, три. Плосная вода, кстати, эффекты, прикольно. Все. О, нет, блин. Окей. Так, два, три, два, окей. Я, короче, позову, когда сделаю, я вырежу, потому что это так интересно. Ой, а что потом? Первая? Первая? О, thanks, mini. Hey, you're a girl, maybe you could use this glass slipper. Glass slipper. О, круто, это, наверное, Золушка потеряла, надо будет ей вернуть. Фух, это было неинтересно и очень неинтересно. Did I also say it was неинтересно? Tower. Ха. Окей. О, и там, ой, что-то произошло, как? А, вау, я случайно, ага, ну, подошел к водному уровню, я даже не знал, что тут такое бывает. А, о, можно плавать, вау. Прикольно. Я же говорю, я не играл фактически в эту игру. А сюда ли мне? Так, Joe Bridge уже есть, но я в воде сейчас и... А, это типа, что без, без моста, но я его уже починил, в принципе. Вау. Wishing well. Ага, вверх надо бы нажимать возле двери. Опять квесты, я хочу уровень уже какой-то, какой-то, как бы, не только адвенчеру, а немного экшена, как бы, только что говорил о том, что мне больше адвенчера, чем экшен нравится. Ну, на, если баланс нужен. Ну, сюда я обычно захожу, в библиотека. Первый уровень. Ну, вот, надо в него и зайти. Там, хотя бы, что-то надо делать. Сейчас кто-то расскажет, типа, ой, книги падают, надо прыгать на них, или типа то. So, you are trying to discover what is causing these annoying ramblings that are shaking the kingdom. Yes. Well, then, search the magical books by using your ABCs and you'll, I'll give you something you can use to sell the mystery. Jump from book to book but try not to touch the ground. Да. А, а что они говорят using your ABCs, если... Тут алфавит не имеет значения, по-моему. Уф. Я забыл, что, блин, тут же нету... Вот эти полки, это не земля, каким-то образом. То есть... А, а, вот тут это еще земля, а потом... Уф. Вот это, да, вот это все, что я знаю об этой игре. Я вот тут постоянно падаю и не знаю, как этому... how to help it. Это прям как этот уровень с водопадом в Короле Льве. Он неприкольный, если что. О, тут потолок таки есть. Куда мне надо? И... Действительно ли тут алфавит нужен? А ну. Чё, там вообще ничего нет? Эх, я, пожалуй, не буду тут ничего делать. А, R. Ага, то есть я должен таки в нужном порядке это все сделать. А, надо на каждую наступить наверное на определенное количество раз. Окей. В принципе, да, это реально. А, нужно... Да, в алфавитном порядке собственно, то есть... С RST начинается и потом... Ога, то есть следующее... R... R... S-T-U Мне нужна U. I need U. О, V. Тоже нормально. Эээ... А вот теперь можно и W. Goddammit, давай, 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 о, ммм, получилось даже. Y. Нет, X вообще-то, вон он как раз. А все. Прикольно, тут пропущены буквы и не все. О, вот он, Y. Y. Нет, X. Вот X. Да, и теперь Y. Окей, он должен быть наверху. Y. Так, Z была где-то там. Ей, о, она меня переносит. Ей, даже что-то получилось. Это что-ли educational игра? Она состоит из мини-игр, я заметил теперь. my thanks for your assistance, with my poor eyesight, it would have taken me eternity. Please do me an honor, the honor, of taking this book of spells to help you on your quest. О, круто. Интересно, то есть, это как бы больше квест, чем остальные. Ну, вот, например, Castle of Illusion, это чисто платформер. Mickey Mania тоже такой frustrating платформер, чисто action, хоть и в разных стилях. а это, это больше напоминает даже вот эти вот Camping Adventure и этот еще My Crystal, что-то там пони, короче, игра есть, прикольная. Magical, что-то там Adventure, тоже классная, я ее ищу. Но вот это, тем не менее, прикольная, мне интересно было, что в ней, и теперь она у меня есть, у меня теперь осталось только фантазию найти, и у меня будут все Mickey Mouse на игры. Так что, круто. О, блин, Super Handlong, я уже забыл. Он же на платье, я его не вижу. Вот, да, вот это будет круто, потому что это единственная игра, в которую я не играл еще. Круто, все работает, во-первых, я рад, как бы успешный достаточно, так оно, я так понимаю, не дает выбрать. О, через HQ вообще-то, так это прикольная, по-моему. Это та, которая, да, да, мы играли, окей. Росетом меняются игры, я так понимаю. А ну, я сейчас хочу вспомнить, что это, как она там управляется. Такая экран не классная, вот. Я же говорю, вот, физика, как бы, ее нету. Вот это, вот это, так реалистично. Плюс, надо еще, и вот, все, вот это, такое шо-то, вот, 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 что это, вот вообще, что происходит на экране еще. Хотя нет, честно говоря, ну, объемность небольшая присутствует, во время поворотов, действительно, как бы, немного так, как мод 7, такой себе. Так, все понятно. Super Hangong, давай уже. Так, это Grand Prix, понятно, Super Monaco, bullshit. О, вот, это должно быть оно. Да, Hangong. Блин, тут сразу видно, что это такая ранняя сеговская игра, вот этот шрифт. Original Arcade. Хм, я даже не знаю. Original, это, я так понимаю, сеговский, как бы. Come on, дайте мне хоть поиграть, они сразу демо включают. Original. Part Mechanic Race. Так, у меня ничего пока нет. Вау, Try the Crisis, это известная песня, кстати. А, можно выбирать прям. Да, это, это, это классная и такая культовая песня. Я ее слушаю постоянно, как бы, в ней. Воу, она такая крупная. Так, B-шка, да, едет. Я не могу поворачивать. Странно. Точнее, блин, она очень-очень медленно поворачивает. Я вот нажал, и 3 секунды пройти должно, прежде чем. Но зато пальмы вот, красиво. Ну, блин, разве она должна так, эээ, вот я нажимаю, вот, и он через только пару секунд, а ну, он бежит до мазоцикла, или, на, просто, он ресетит. Как так можно ехать, если он так тормозит, или она с такой скоростью двигается? Ха, так должно быть, или это... Не, ну, она в принципе едет, но, как-то очень странно. Ну, выглядит прикольно, кстати. На OutRun похоже тем, что тут общий прогресс уровня похож. Я, главное, так и не играл OutRun первый, я жду, когда он у меня на карте же появится. Но, тем не менее, как бы, постоянно про него во всяких видео все показывают кадры, и я уже вижу, как он действует. Плюс еще играл The Sleep Stream недавно вышло, там тот же принцип, как бы, она пародирует те игры. Тут такой огромный дилей, когда нажимаешь, а ну, может, есть ли аркадный режим, а как тут закончить гонку? Сейчас будет другая игра включится. А ну, Arcade. Junior. Нет, Beginner. Да, Crysis. Ну, я не думаю, что это поможет, но мало ли, может, в том режиме, там, типа, из-за того, что... Нет, все равно поворот вообще, считай, не работает. А, нет, кстати, немного быстрее. Вау, так это да, это там оно специально, ну, Handicapped, то есть, сразу усложнено, для того, чтобы надо было покупать части всякие, чтобы, типа, прогрессия была. А тут сразу нормальный мотоцикл дали, который поворачивает как надо. О, и быстрее даже она действует, это не игра тормозила, как бы, это просто они, ну, типа, как... для баланса, вначале, суперслабо делают, а потом... Вау, так это норм. Так играть интереснее. Ну, конечно, когда я пойму, как играть, то я, наверное, поиграю в оригинал мод, потому что, мне нравится всякие, там, апрейды покупать, там, и все такое, но аркадные тоже норм, вообще-то. Вау. И вот, Роан Драш, как бы, понятно, там еще бить можно, и все такое, там, цепи выхватывать, там, всякие биты, и куча всякого мешает на дорогах, но сам процесс гонки, как бы, мне тоже там нравится, и тот факт, что тут нельзя бить, как бы, это ничего страшного. Что за цешка? Я когда нажал ц, то оно такое, как, такой огонь в шинах. А, это ускорение, что ли? О, блин, быстро так. Прикольно, ощущение скорости есть, и мне очень нравится стиль, вот эта ранняя сега, вот эта аркадная, это круто. Она такая, вот именно, ну, вот, как немного культовая, как бы, тем, что она одна из ранних таких сеговских игр, и я, ну, ничего конкретного про нее не видел, именно, но она часто, везде ее видно, как бы, и хотелось поиграть, и вот, круто, да, я вижу, ось, меняется фон, это как в этом, в Top Gear 2, что, кстати, 2, в Top Gear 1, наверное, на Master System был, пора, небольшой рент, записать о том, как, на Сеге, блин, игр 20, оу, тут же нельзя, я забыл, блин, тупо все меня обогнали, за одну секунду, игр 20, это вторая часть, чего бы то ни было, первая часть всегда на Master System, а все сиквелы на Сеге были, это так фрустрейтинг, когда ты пытаешься всю серию собрать, например, Fantasy Star, вторая, третья, четвертая часть на Сеге, а на Master System первая, она самая классная при этом, или, Rolling Thunder, например, тоже вторая, третья на Сеге, ну, еще много, я сразу не так не вспомню, просто, Master System, как бы, трудно найти, вообще нереально, по сути, сейчас, и карты же на нее, вообще нету, поэтому, первые части игр, так и остаются, как бы, за кадром, а у меня же, как бы, completionist mindset, в смысле, мне надо, чтобы у меня полная серия была, если каких-то игр, крутая, блин, мне нравится механика тут, все-таки, да, явно не жалею, что купил, как бы, вот, именно, мне из гонок, мотоциклные гонки, наверное, больше даже нравится, чем, точнее, только мотоцикльные нравятся, так, ну, все, Микки Мауса проверил, агропроведил, Waterworld работает, и, LHX, короче говоря, все работает, я доволен, вообще, круто, и это все было по 30 гривен, там, в сумме, 120 гривен, по-моему, за вот эти, сколько тут, 5, или даже 6 игр, да, а, нет, они тут, просто микроб, ага, да, 5, по-моему, тут просто, не везде видно, и сборник один, окей, все, короче, успех, да, надо спать, точнее, выключай, Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...